Адаптация к американской среде обитания И мы сегодня давайте как-то обобщим Маленько в какую-то такую конструкцию свою Мы же с вами конструкторы У нас был разговор с вами о разуме, о вере Был разговор Была тема любви к себе и о самоуважении Была тема о хенд-мэй И была тема об экспириенсе Была тема о личностном росте Который имеет потолок в росте И была тема о индивидуальном развитии Когда у вас нет потолка, а есть движение И была тема еще хорошая тема О том, что мы с вами говорим Не в знаниях и опыте А говорим с вами о сообщениях информации И в целом мы поставили такую точку Зрения на себя В одномерном, двухмерном пространстве Через восприятие себя как отражения То есть мы формируем пространство При развитии Конструируемое пространство Во времени Соответственно получаем Восприятие себя Через как бы зеркальное отражение То есть то, что мы видим Перед собой Это то, что мы видим внутри себя То есть в предыдущем видеоролике Я сделал акцент о том Что имеется такой ритуал Практика утреннего наблюдения За собой в зеркало И соответственно Вот это зеркало Мы такое себе представляем Когда мы строим Это пространство во времени Как зеркало внутреннее То есть внутреннее восприятие Внутренний взгляд Это отражение Вашего внешнего Внешне То, что вы видите Вот прямо перед собой Это то, что вы видите Внутри себя Это такое же отражение То есть это зеркало То есть наше восприятие Это зеркало Правильно? Правильно? То есть мы знаем Из науки о человеке Как у него здесь зеркальное восприятие Зрительные образы Проходят через органы восприятия Глаза И там глаз Сфера Переворачивают изображение И так далее То есть понимаете То есть в нашем мозге Образуется Зрительная кора Определенная Область И в ней перерабатывается То, что мы видим Через наши глаза Соответственно Наши зрительный образ Очень важный Для нас Наши зрительное восприятие Первичное И мы не можем Его сделать объективным Оно все время Субъективно То, что я вижу Своими глазами Через эти очки Через эти линзы То я говорю Этому я верю Я верю тому, что я вижу А мы знаем с вами Такую поговорку Интересную Не верь глазам своим Откуда эта поговорка взялась Не верь глазам своим Откуда это взялось То есть когда мы с вами Опыт получаем Мы получаем этот опыт В настоящий момент Экспириенс Получаем через Зрительное восприятие И мы говорим Я этому верю И я туда иду То есть вот я вижу Лес Иду-иду туда И заблудился в лесу То есть большая такая Тема Среды обитания То есть если вы городской человек То вы находитесь В этих джунглях Выросли Каменных джунглях Асфальт Дороги кругом Каменная плитка Дома И тому подобное И вы выходите В природную среду И видите Что ваш зрительный образ Не самый главный То есть ваши глаза Не самые главные Правильно? То есть это зависит От вашего Среды обитания От которой вы выросли То есть выросли в городах То вы основываетесь На вашем зрительном Восприятии В основном Слух у вас уже На втором месте находится Тактильное восприятие Еще на другом месте И так далее То есть все дальше Дальше уходит И вы приходите К чему мы приходим Вот к этому приходим К информационному восприятию То есть нам Недостаток восприятия Компенсируется информацией Правильно? То есть мы в городах Везде видим Информационные сообщения Какие-то Сообщения информационные Таблички Знаки Надписи И так далее Они имеются символы Какие-то мы их видим Символы Чтобы мы символ Ваш мозг Расшифровывает Эти символы Соответственно С теми понятиями Которые он хранит В себе То есть Мы обучаемся Какому-то правилу Или закону В городской среде Но когда мы приходим В природную среду То там никаких Табличек Символов Правил И тому подобной Информации Никакой нету Нету То есть нет никаких Табличек Туда не ходи Сюда не ходи Здесь стой Здесь красный свет Там зеленый свет И так далее Там переходить дорогу Здесь нельзя переходить дорогу Это дом Для этого Это здание Для этого Существует И так далее Такие социальные институты Везде вам Там помогает В городе Помогашки Такие у нас есть Информационные А в среде Природной У нас нет таких Помогашек И соответственно Наше зрение Нас получается Обманывать То есть Она не может Найти Дополнительные Источники Информации И мы То что мы видим Мы в это верим А мозг Говорит Нет Туда не ходи Страшно Мне страшно Становится То есть Получается Состояние страха Мы боимся Пойти в лес Мы боимся Пойти Шагнуть В лес Там темно Там непонятно Нет никакой информации Куда там идти И мы Соответственно Идем куда Мы идем К знаниям К личностному Росту Мы идем К знаниям Мы идем Какого-то Опыта Ищем Кто ходил В этот лес Узнать надо А кто там был А ездят там Первопроходцы А по чьим следам Я пойду Итак У нас сегодня Тема такая С вами будет Следование 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 То есть В личностном Росте Есть тема Знаний И опыта То есть Мы можем Пройти В личностный Рост И С кем-то Пообщаться Пойти В какую-то Социальную Среду Найти Какое-то Источное Знание Как В этот лес Заходить Как Там Двигаться Как Там Выживать И так Далее При Индивидуальном Развитии Вам Некому Обратиться Ну Некому Все Вы в лесу Один Подошли Лес Все Никого Нет Никого Что Мы будем Делать Мы будем Следовать Мы будем Исследовать То есть Исследование Это Вот этот лес Куда мы Подходим И для нас Исследование Как Исследование Игра Слов Такая Исследование Является Ежедневной Таким Потребностью Такая Ежедневная Потребность Искать Следы Кит Искать Следы Прямо Перед собой Следующий Шаг Вы делаете Вы Ищите Тут Следы Кто Тут Ходил Чтобы Сориентироваться Чтобы Понять А куда Вам Идти То есть Первый Этап У нас Исследование Как Игра Слов Следую Исследую И второй Этап У нас Мы При Исследовании Когда мы Что-то Нашли А может Быть Не нашли Нету Следов Тогда Что Делаем Мы Создаем Эксперимент Эксперимент То есть Здесь Мы Два Акцента Сегодня Ставим На Исследование Вот Этого Леса Это Эксперимент То есть Если Нету Следов Все Естественно Природа Она Действована Не тронута Никем Ни человеком Ни животным Никого Нету Непонятно Что Куда И То есть Нам Нужен Эксперимент Здесь Нам нужен Эксперимент Исследование А в личном Сонародстве Нам нужны Знания И опыт Соответственно Знания И опыт Мы понимаем Куда Нас Отправляют В прошлое Каким-то Авторитетом Каким-то Традициям Какой-то Культуре Здесь Культуры Традиции Нету Вы Сами Создаете В момент Вашего Эксперимента Ваша Традиция Временная Традиция И Исследование Мы Производим И Мы Разделяем Эти Исследования Кистоспособности К Эксперименту Давайте Этот вопрос Мы Обратим Внимание Что Он Существует Как Способ Это Не Выживание То есть Вот здесь В личном Росте Вы будете Выживать И Наши Паблики Не паблики А видеоблоги Популярных Различных Ютуберов Которые Транслируют Свою Ежедневную Жизнь Периодичность В американской Среде Обитания Они Говорят О том Что Я Выживаю Какая-то Сложность Какие-то У него Трудности Какие-то Он Использует Лишения И так Далее То есть Он Вызывает К зрителю Обращается С точки Зрадания То есть Понятный Язык Язык Страдания То есть Я Здесь Приличностом Росте Я Страдаю Я Переживаю Какие-то Сложные Моменты В жизни И вот Этим Я с вами Делюсь И вы Видите Как Мне Плохо И так Далее Чтобы Личностному Росту Который Он Переживает В американской Среде Обитания У нас Это Конечно Мы Понимаем Что Это Видеоряд Собранный С каких-то Фрагментов Жизни Человека Как-то Он Интерпретирует И показывает С определенной Точке Зарения Чтобы Нам Было Интересно Смотреть Соответственно Чтобы Были У него Просмотры И так Далее При Индивидуальном Развитии Нет Этого Дела Нет Страдания Нет Никакого Лишения И Нет Никакого Понимания Состояния Я Выживаю Я Выживаю Вот это Состояние Я Выживаю То есть В Индивидуальном Развитии Вам Нет Необходимости Выживать У вас Все Есть У вас Проблем Здесь Никих Нет Понимаете Вы Самого Достаточно У вас Есть Настоящий Момент Есть Восприятие Которому Вы Верите Правильно У вас Есть Инструмент Разума Вы Разумны Правильно Все Не надо Никакого Ни опыта Ни знаний Ни страданий Ни переживаний Чувственных Не надо Вам Любить Себя И Самоуважать Вы Охотитесь В лесу Нет Никого Перед Кем Рисоваться Перед Медведем Лосем Оленям То есть Естественность Понимаете При нашем Следовании Нам нужна Естественность В движениях И действиях Мы Что здесь Будем С вами Какой акцент Можно поставить Акцент При Исследовании У нас Должны Два Причины Должны Причины Или Поводы Вот Такие Слова Должны В свой Лексикон Давайте Запишем Куда Запишем Причина Или Повод Следовать Напишем Следовать То есть Следовать Слово Нам Хорошо Известно В современной Информационной Коммуникации Мы Хотим Чтобы За нами Следовали И мы Все время Говорим Сколько У нас Подписчиков Сколько У нас Лайков Сколько У нас Дизлайков Сколько Комментариев Кто За нами Следует За нашим Личностным Ростом Кто Его Смотрит Кто За ним Наблюдает За этим Личностным Ростом Какие-то Последователи Нам Нужны Это Тема Следования Вы Хорошо Понимаете Сейчас В современной Социальной Среде Информационной Мы За кем-то Следуем Вот мы Постоянно Смотрим С вами Какой-то Видеоролик Видеоряд Какой-то Смотрим И у нас Вызывают Какие-то Эмоциональные Состояния Выделяются Определенные Гормоны И нам Становится Хорошо Я хорошо Провел Время Когда Следовал За Кем-то Улавливайте За Кем-то Следовал То есть У меня Была Какая-то Причина Причина Следовать За Кем-то Понимаете Причина За Кем-то Следовать Меня Кто-то Ведет А у вас должен быть повод, чтобы за кем-то идти. Есть такой повод? Я думаю, не будет у вас повода смотреть какие-то видеоролики. Только если может быть повод провести время, то у вас есть, значит у вас есть свободное время, так называемое. То есть вы в свободном времени, если вы находитесь, вы смотрите много видеороликов, то вы находитесь в состоянии личностного роста. Если вы ничего не исследуете, если вы не зашли в тёмный телец, вам не страшно, страха нет, который мотивирует вас к исследованию эксперимента, а вы следуете за кем-то без причины и без повода, то есть вы проводите свободное время. Мы с вами хотели создать конструктор во время исследования и создания эксперимента. какой мы здесь, какой у нас повод, какая у нас причина с вами, какая причина, какой повод. Мы должны создать объективное восприятие, объективно увидеть картину мира. Правильно? То есть мы зашли в лес, если мы будем субъективно воспринимать с помощью информационных табличек, таких, то мы, вероятно, заблудимся. И в американском менталитете, в американском образе жизни есть такая тема «заблудился», «заблудился», «потерялся». Большая тема. Ваше какое-то движение, просто движение. То есть первое исследование мы создаем как движение. То есть я шагну, мой шаг прошагово, то есть мы создавали с вами, помните, мы говорили о том, что мы с вами во время экспириенса, вот этот экспириенс, мой шаг – это мой экспириенс. Все. Больше никакого мне опыта не надо. Я шагну в лес, экспириенс, и восприятие моего шага – это мое исследование. Понятно? Я исследую свой собственный шаг, я обращаю внимание на свой собственный шаг. Я не смотрю, как дядя что-то делает, как он идёт в лес. Я не иду за ним, я делаю свой шаг. Моя причина вот где находится. Улавливайте связь. Разум – это причина. Вера, вы легко верите своему шагу, да? Вера создала вам повод, а причину вам создал разум. Вы увидели, восприняли свой первый шаг, больше ничего там, не надо вызывать страх, сочувствие, сопереживание, страх личностного роста. Вам необходимо выжить, выжить. Я выживаю в Америке, я выживаю в Лос-Анджелесе. Вот кругом, смотрите, тут бездомные, преступники какие-то и так далее. Я боюсь всего, смотрите, как тут страшно, смотрите, вау, вау и так далее. Такие картинки идут в видеоряд такой визуальный идёт, чтобы мы смотрели своими глазами и верили тому, что он показывает. Понимаете, тогда, когда я верю, повод образуется. Слышите, игра слов «повод» – поводок, то есть меня тянут на поводке, я нахожусь, понимаете, на поводке. То есть эта игра слов в русском языке очень интересная. Повод – поводок следовать за кем-то, то есть когда мы следуем за кем-то или за своим исследованием, мы хотим следовать за своим исследованием, правильно, а не за кем-то, то если в мире животных, мы это знаем, в мире животных домашних, если мы тут какую-то собачку нарисуем с вами, да, собачку, то там с собачкой гуляет, американец, в американской образе жизни, очень это популярно находиться в контакте с домашними животными, с собаками. Много собак у людей. И этому есть разумное объяснение, потому что, видите, когда собака, вот мы следуем за собакой, то собакой следует за… То есть внутри вас имеется животное, правильно? Вот это животное, оно ориентируется не на зрительное восприятие, понимаете? То есть зрительное восприятие – это у нас трёхмерный мир, скажем тогда, трёхмерный мир с разным зрительным восприятием. Мы ищем трёхмерный мир, трёхмерное пространство, чтобы вот вверх, вот высокое дерево, вот далеко и так далее как-то. Ну, зрительно. А когда вы следуете за своей собакой, то есть за собакой следуете, собак у вас тянет, ну тянет, идёт впереди собака, то это ваши внутренние инстинкты. То есть внутри вас имеется собака. Вот такая. Она идёт не со зрением, у неё слух включается, нюх включается, да, то есть она же шагами шагает, она только видит шагами, чтобы далеко и далеко создать какое-то восприятие. Ей надо ушами пошевелить, нюхом понюхать какой-то запах и так далее. А зрительное восприятие находится на втором месте, на третьем месте находится зрительное восприятие. Об этом мы сейчас с вами акцент такой ставим. Мы с вами следуем за своей внутренней собакой. То есть мы становимся исследователями. Ну, есть такая тема в американском образе жизни, и в английском ещё образе жизни 20-го века, 21-го теперь века уже, скауты. То есть это первое такое движение создавалось в Англии, и потом оно, значит, так мигрировало в Америку, и в Америке развилось именно как индивидуальное развитие молодых подростков, ребят, юноши, девушек, как индивидуальное развитие, как исследователи. То есть они когда попадают в скаутовское движение, то дети развивают своё исследование природы. То есть они в природе находятся, и каждое исследование, какой-то эксперимент они делают, исследование делают, и отмечаются какими-то достижениями. То есть ставится какая-то небольшая задача, они её решают и получают такие значки. Значки разные скауты носят у себя на головных уборах, на одежде и так далее, флажки там всякие и так далее. То есть символы имеются каких-то таких достижений в исследовании. То есть это навык. Американцы прививают себя с раннего возраста, скажем тогда, с раннего возраста, вот с подросткового, с детства там, они начинают понимать, что такое исследование – это важно, что эксперимент – это важно, это необходимость, это насущная потребность при индивидуальном развитии, при движении. То есть мы с вами внутреннюю собаку будем искать. Внутреннюю собаку искать, как следовать за ней. Видите? Поводок. И у нас причина. Так, друзья, мы с вами уже много, наверное, наговорили. Если есть вопросы – пишите вопросы. Ставьте лайки. Обязательно лайков не хватает. Ютуб меня совершенно игнорирует. Вы комментарии не пишите. И думаете, что здесь какой-то какой-то тренинг, зачем его смотреть. Нет, я вас ни к чему не тренирую. Абсолютно такой цели даже не ставлю, к чему вас тренировать. То есть это ваше индивидуальное развитие. Невозможно этому натренировать. Вот видите, ваша внутренняя собака. Кто вам поможет найти? Только вы сами себе можете найти. Пойдете, начнете заниматься исследованием. Будете какой-то эксперимент создавать. Пойдете и станете скаутом в вашем возрасте, в ком вы находитесь. Хотя, кстати, вопрос про возраст. В американском образе жизни, в этом менталитете, ментальности восприятия конструкторского у вас возраста не будет. Поэтому вы не стесняйтесь. Есть такая тема самоуважения и любви к себе. Я же был большой, я уже вырос. Какой из меня скаут? Какие-то мне эксперименты, исследования конструктора создавать. Нет. В американском образе жизни, в американской менталитете, в американской ментальности возраста не существует как понятия социального развития. То есть личностный рост. Тут не находится социальная лестница, социальное развитие соответственно с вашим опытом, с вашим возрастом, с вашим уважением, авторитетом и так далее. Здесь вы будете свободно независимы от возраста. Тоже свободно независимы. Мозг ваш не стареет с годами. Понимаете? Не стареет. Лицо стареет. Там будет тоже тема американская. Большое старение, движение во времени. То есть, друзья, сегодня мы с вами поставили акцент по поводу следования, повода разума, веры и понимания пространства и времени, в котором мы хотели бы создать какой-то эксперимент, исследование. И на первом этапе, скажем, нам необходимо разбудить, пробудить в себе внутреннюю собаку. Внутреннюю собаку. Есть такое понятие. Внутренний ребенок, есть такое большое понятие. Мы обращаемся к внутреннему ребенку, когда мы говорим о конструкторе. Это понятное такое понятие. Оно расхожее. Внутренний ребенок. Много о нем говорится в современной информационной сети о внутреннем ребенке. Ну, хотя бы так, да. Второй этап. Второй такой. Такая роль. Роль внутреннюю собаку найти. Внутренние инстинкты свои найти. Их пробудить. Их вытащить туда. Такая вот работа интересная над собой у вас намечается. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь. Ставьте лайки. С вами был Виталий.